я тот самый муж я так понимаю времени осталось очень мало хорошо я буду по-русски добрый дошли да мне знаете это название везде добрый дошли добрый дошли я понимаю что добро пожаловать но все равно это перестраиваться надо как меня слышно рад видеть вас всех кого кого-то уже не первый раз мы четвертый раз приезжаем я забыл за переводчиком и знаете я сегодня слушал наташу и для меня вообще вот то что она говорит как она говорит это само по себе свидетельство вот то чем она сегодня делилась это есть яркое свидетельство того о чем она говорила скажите у нее есть язык она говорит красиво внешне она хороша собой но когда мы 20 лет назад поженились мне постоянно приходилось убеждать ее в том что она красива в том что она может говорить и все остальное но доходило до истерик я говорю когда ты будешь проповедовать мы же пастыря вроде бы вдвоем но это было категорически я не могу я не могу но бог сделал свою работа когда она согласилась с богом согласилась со своим призванием и предназначением и сегодня она служит множеством женщин неверующих женщин конференции и семинары на которых мы вместе с ней выступаем это не церковь это неверующая аудитория и всякий раз когда она заканчивает свое выступление это полный зал слез потому что если женщины в церкви они хоть как то слышат слова ободрения то женщины за стенами церкви находятся в очень плачевном состоянии и им очень важно принять и поверить и поэтому наверно бог послал ее туда чтобы нести эту миссию и наконец-то отпустить измученных на свободу и за это их мужья скажет им очень большое спасибо что им кажут много воля вам благодаря знаете женщине бог дал такую способность делать жизнь мужчин лучше или хуже одно из двух все зависит от того что она чувствует внутри и еще одна вещь мужчина не способен сделать женщину счастливой это важно понять мужчина может только усилить то состояние в котором женщина находится если она несчастна он ее в конце концов сделает еще более несчастной в лучшем случае если он очень сильно постарается он сделает ее ненесчастной но счастливой она может стать только тогда когда она примет свою богом данную природу я не знаю почему я об этом именно сказал но я думаю кому то это надо было а вообще тема на которую я хотел сегодня сказать называется разоблачая стратегию врага я постараюсь вложиться в двадцать минут а то что не вложусь в среду продолжим но почему эта тема родилась в моем сердце почему эта тема родилась в моем сердце я верующий больше двадцати лет я уверовал в девяносто седьмом году когда я только уверовал я поверил что теперь в моей жизни все будет хорошо и вообще у верующих людей все должно быть хорошо потом вокруг меня начали происходить какие-то события с моими друзьями тех кто уверовал вместе со мной они начали падать в их жизни начали происходить проблемы и я думал ну и в моей жизни немножко и я думал это только потому что они наверно плохо молятся или мало верят потом со временем начали происходить какие-то непонятные вещи с семьями служителей с самими служителями и я начал думать наверное они где-то просто ну дали слабинку но когда начали происходить непонятные вещи с апостолами, служителями, пастырями мне стало немножко страшно потому что я не понимал почему это происходит мой пастырь через которого я уверовал и через которого уверовал огромное количество людей очень сильный служитель в конце концов упал в серьезные вещи и у меня не было ответов но когда и в моей семье начали происходить вещи нехорошие мне еще стало страшнее я говорю господи но как же так и это подтолкнуло меня размышлять и искать ответы потому что когда мы думаем о том как сатана атакует нас с вами часто нам кажется что это вот как привычная болезнь например это понятно да как брат свидетельствовал сегодня все было хорошо вдруг раз и болезнь это понятно это 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 такая прямая атака но сатана не всегда так действует я бы сказал в большинстве случаев не так действует и нам нужно знать стратегию врага и ние трябва да познаваме стратегията на врага будучи семнадцать лет пастором и будейки следнадцать години пастор и любой пастор меня поймет и всеки един пастор ще ме разбере иногда ты в шоке ты смотришь на человека хорошо же идет все же нормально но потом ты узнаешь какие-то вещи о его жизни и у тебя слов нет одни эмоции да пастор как как такое возможно и поэтому мы должны знать стратегию врага и за оставшиеся пятнадцать минут я постараюсь дать вам то чему Бог научил меня на кое-то меня научил Бог остальное в среду три стратегии которые использует дьявол для того чтобы разрушать жизнь верующих людей но что важно понять это может коснуться любого из нас не надо быть наивным если сегодня в твоей жизни все хорошо это не значит что сатана уже не начал работу писание говорит нам что сатана он ходит как рыкающий лев говорила Наталья ища кого поглотить другими словами он постоянно крутится и он выискивает моменты через которые он может коснуться войти в твою жизнь особенно семья потому что семья это то через что больней всего можно ударить сатана когда у тебя проблемы на работе когда у тебя проблемы там с друзьями это неприятно но это не так страшно но когда враг начинает бить в твою семью это очень страшно больнее не бывает я терял много в своей жизни и финансов и друзей и служения много чего но когда я чуть не потерял свою семью когда я чуть не потерял свою жену поверьте это было очень больно и тогда я понял что нужно в этом разбираться каким образом действует сатана он всегда действует через наше мышление 2 Коринфянам 2.11 я буду говорить быстро там Писание говорит нам чтобы не причинил нам ущерба сатана ибо нам не безызвестны его умыслы если мы хотим чтобы сатана не причинил нам вреда мы должны знать каковы его умыслы каковы его стратегии причина почему падают верующие люди служителя пастыря это потому что они не знали какой-то стратегии через которую сатана действует и мы должны это знать и так первое через что сатана атакует как он атакует он атакует через наш разум через наши мысли когда сатана пришел к Еве скажите он схватил яблоко и затолкнул это или плод затолкал ей в рот нет что он сделал он повлиял на ее мышление он убедил ее что Адаму нужно помочь о чем говорила Наташа улучшить его жизнь мы можем стать вообще богами то есть смотрите сатана сначала повлиял на что на мысли повлиял на мысли деяние 5 глава 3 4 стих известная история про Ананию и Сапфиру и Сапфира что говорит апостол Петр он говорит для чего вы позволили сатане вложить что мысль в голову вашу видите стратегия сатаны он имеет доступ к твоей мысли ты думаешь это твоя мысль но на самом деле враг закидывает тебе эту мысль и то как мы не скажем мы не защищены от того чтобы мысли приходили в нашу голову кто из вас переживал так вот вам просто пришла какая-то мысль вы не планировали об этом думать вы не во власти какая мысль придет вам в голову вы над этим не власть но вы имеете власть над тем какая мысль останется в вашей голове сатана так разрушает семьи приходит какая-то мысль муж меня не любит почему потому что он мне не говорил об этом с утра сатана использует невежество потому что женщина просто не думает она знаете прочитал такое интересное выражение женщина она думает что мужчина это такая же женщина только выделывается и не хочет понять это невежество и сатана использует это знаете за эти много тысяч лет сатана изучил психологию человека и очень хорошо этим пользуется и много добрее его использовал с Натальей мы занимаемся психологией и что такое психология многие верующие боятся психологии более того они против нее и как психолог который изучал много теорий я вам скажу в психологии много ерунды но что такое психология это наука о мышлении человека это то как мыслит человек и это важно понимать если мы разберемся почему мы думаем так или иначе если мы сможем если мы научимся отделять правильное от неправильного мы не дадим место сатане смотрите вот в этой истории которую мы сейчас прочитали про Петра Петр Петр раскладывает по полочкам психологию мышления она не из сапфиры Петр много подробно разъясняла мыслението на анаха из сапфир он говорит ребят но это же ваше было никто же не заставлял вас отдавать все где такое правило вообще было где-то в церкви объявлялось что нужно продать и все отдать это было в вашей власти но сатана так запудрил мозги им они в голове своей не разобрались в мотивации а психология помогает вот взять эту мотивацию и разобрать это всего лишь наука и мы должны знать это Иоанна 8.32 познайте истину и истина сделает вас свободными мы должны знать истину поэтому мы проводим с Натальей семинары тренинги для семейных пар для женатых и неженатых мы разбираем вот то что происходит в голове мужчины чтобы это поняли женщины мы разбираем что происходит в голове женщины чтобы поняли мужчины и чтобы сатана не имел возможности сталкивать их когда что-то муж делает не так и сатана приходит к жене и говорит муж тебя не любит а жена знающая истину говорит нет это просто его мужская такая особенность поэтому сатана уйди прочь второе через что действует сатана у меня осталось пять минут он использует слабости плоти помните римлянам 8 глава 3 стих что закон ослаблены плотью к сожалению так бывает когда мы знаем истину когда мы знаем как правильно но у нас есть плоть у нас есть похоть у нас есть слабости и если у тебя недостаточно сильный дух ты можешь поддаться на похоть и плоти и люди падают потому что они знают что как-то нельзя делать но у них недостаточно сильный дух поэтому писание говорит нам Матфея 26 4 Матфея 26 4 дух бодр плоть немощна что мы должны делать молитесь и бодрствуйте аминь молитесь и бодрствуйте потому что дух бодр а плоть немощна это очень важно понять как психология может рассказать тебе какие мысли твои правильные и какие неправильные но психология не даст тебе силу поступать согласно этому знанию у меня есть знакомый верующий давно но он попал в ловушку у него такая знаете началась ну как это депрессия или еще что то он не хотел работать у него есть фирма но у него апатия ничего не хочет ему в фейсбуке попалась ну он искал себе психолога и он нашел какую-то психолог заплатил ей деньги она работала с ним почти полгода она рассказала ему все откуда это взялось как это связано с его детством все по полочкам разложила и он говорит я теперь все это понял но у меня все равно нет желания работать и тогда мы организовали молитвенное 5 часов мы молились с духом поклонялись Богу пророческие служения через две недели я с ним встречаюсь говорит ты не поверишь я хожу на работу когда есть дух у тебя есть сила это очень коротко и третье что я хотел бы сегодня донести очень часто твоя жизнь может быть стабильной у тебя все может быть хорошо но бывают удары судьбы так это назовем какие-то события происходят жизненные обстоятельства к сожалению не происходят и с верующими тоже тебя могут предать тебя могут обмануть тебя могут обворовать ты можешь попасть в аварию может быть много каких-то вещей произойти и вот в этот момент сатана очень часто может получить доступ к твоему сердцу и к твоему мышлению и поэтому очень важно чтобы до того как ты был подготовлен к этим вещам и знал хорошо слово знал хорошо принципы для того чтобы когда произойдет атака ты не позволил сатане обмануть тебя потому что когда тебе вот ты попадаешь в такие ситуации очень легко обидеться очень легко разочароваться в боге в пастыре в друзьях кто понимает о чем я говорю и очень важно понимать что именно в этот момент дьявол может действовать вы помните историю с Ахитофелом был такой Ахитофел его совет был отвергнут ависоломом хотя его совет был лучше но его совет был отвергнут это был удар судьбы для него он был первым советником царя и его совет был отвергнут это был позор это был крах карьеры и что сделал Ахитофел после этого он пошел написал завещание и повесился видите дьявол хотел ли бог этого нет бог не хотел его совета там есть это но бог не хотел чтобы Ахитофел повесился но что сделал сатана он начал работать с его мыслями и эти мысли начали закручиваться 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 и довели его до самоубийства и знаете что я понял когда я проходил тяжелые кризисные ситуации в своей жизни я умею молиться я знаю хорошо слово я знаю как правильно и как неправильно и первый и второй пункт у меня все нормально но бывает сатана так прилипляется к человеку это как навязчивая мысль она тебя преследует это может быть депрессия кто-нибудь из вас переживал депрессию больше чем два дня и ты понимаешь как говорила сегодня Наташа надо радоваться но ты не можешь нет ты можешь как то так улыбнись но это тебя преследует эта мысль тебя преследует или ты понимаешь что обижаться нельзя но тебе жутко обидно ты обиделся и ты пытаешься простить а простить не можешь умом вроде бы я прощаю но это мысль о несправедливости постоянно возвращается и возвращается и вы знаете что это есть действие врага это важно понимать тебя есть раны у тебя есть что-то внутри тебя через что сатана пытается тебя контролировать вы знаете знаете ли вот такие ситуации жизненные обстоятельства их можно сравнить вот представьте вот бутылка воды чистая вода но представьте что на дне есть муть грязь и она вроде бы чистая но если взболтать эта муть вся всплывет вот так иногда сатана он посеял кто знает когда давно-давно он посеял что-то в твоем сердце возможно в детстве но когда произошла ситуация в твоей жизни ты думал что вообще все нормально но оно может всплыть знаете когда Давид возвращался с победой над Голиафом в город и женщины хвалили его это слышало много военачальников много военачальников и Аав кто там еще был Авеса много военачальников но только Саула почему-то это зацепило что-то внутри Саула спало и оно всколыхнулось внутри него и привело к его погибели именно поэтому мы должны работать в церкви каждый день не только когда нас припечет но в тайной комнате в молитве слушая проповеди слушая пастора мы должны работать над своим сердцем чтобы сатана не имел там места чтобы он не достал это в раковой момент женщина может быть очень хорошей она может находиться в церкви находиться в служении но у нее низкая самооценка она не принимает Божью истину о себе и она может попасться на дьявольские какие-то уловки и упасть в прелюбодеяние потому что не проработало что-то внутри себя есть много-много моментов именно поэтому что говорит нам Писание я заканчиваю Иакова 4.7 покоритесь Богу противостаньте дьяволу и что он сделает убежит от вас иногда и в большинстве случаев очень важно просто согласиться с Богом просто согласиться с Его истина депрессия это плохо я соглашаюсь что это плохо и я противостою тебе дьяволу и говорю тебе убирайся прочь от меня обида это плохо поэтому я соглашаюсь с Богом и говорю убирайся прочь сатана и он убегает я должен любить свою жену я соглашаюсь с Богом и я противостою всякому всякому нелюбви в своем сердце или претензиям и это работает но иногда нужна молитва других людей Иакова 5.16 признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга чтобы вам исцелиться очень важно чтобы за тебя молились послушайте меня если сегодня вы боретесь с какой-то проблемой вот вы какие-то мысли навязчивые где-то сатана атакует вас возможно это касается вашей семьи мужа, жены детей друзей пастора очень часто сатана он отрывает людей от церкви внушая внутри сердца что-то на пастора потому что дьявол знает какую власть имеет пастор разрушать эти вещи если вы уже боролись с этим но это возвращается и возвращается вам нужно покаяться в этом и чтобы сейчас за вас помолились и вы получили от этого свободу если вы если вы переживали что-то друг к другу в семье особенно семьи мы за семьи если по отношению так вроде бы знаете а так видно знаете очень видно как специалисты по семьям мы с Наташей заходим просто в кафе например видим пару за другим столиком нам надо 10 минут и мы начинаем писать уже список их проблем это так одинаково везде приходит семейная пара к нам на консультацию для них это проблема они начинают ее рассказывать а я сижу и думаю какая классическая ситуация дьявол ничего нового не придумывает все одно и то же и ты даешь им определенные рекомендации и они уходят счастливы но иногда так хочется за них помолиться но они не верующие но мы все равно за них молимся как верующие мы имеем вообще огромную привилегию поэтому я заканчиваю эту тему можно было вообще раскрывать раскрывать и раскрывать но я хочу помолиться пастор можно а может прославление выйти и спеть вот эту песню поклонения которую вы пели перед первой песней поклонения просто я чувствую что сейчас вот ну мало просто сказать аминь нужно чтобы сейчас люди получили свободу кому нужно сейчас вы чувствуете что вам нужно чтобы Дух Святой сделал работу в вашем сердце есть здесь такие или нет не стесняйтесь вы чувствуете вот ну я хочу чтобы сегодня у вас пришла любовь в отношениях я хочу чтобы сегодня вот ну какие-то обиды были разрушены просто начинайте играть и все это будет буквально 7 минут давайте поднимемся наши ноги я знаю что вы слышали тысячи проповедей я знаю все то что сейчас я говорил возможно не новое совершенно для вас но я знаю что сейчас здесь Святой Дух находится вы потрясающая группа поклонения прославления я сюда четвертый год приезжаю сегодня было очень сильное помазание когда вы поклонялись Дух Святой сейчас находится здесь вы можете переживать его но все что вам надо сейчас почему кому-то сейчас Дух Святой говорит почему тебе выгодно в этом оставаться в этой обиде как дьявол тебя убедил в этом почему тебе выгодно сейчас оставаться в этом противлении в этом протесте это не Божье противление это волшебство это грех почему тебе важно сейчас упираться и говорить нет Бог ты меня не понимаешь просто согласитесь с Богом пойте пойте я дитя царя аминь аминь аллилуйя аминь 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 поговорите сейчас с Богом согласитесь с Ним согласитесь с Ним признавайтесь друг при другом в проступках признавайтесь перед Богом в первую очередь Согласитесь с ним, и дьявол потеряет над вами всякую власть. Дьявол потеряет власть. Дух Святой, я прошу тебя, прямо сейчас прикасайся к каждому человеку. Прямо сейчас прикасайся к каждому брату, к каждой сестре. Пускай сегодня будет остановлено это влияние дьявола на чьи-то умы. Пускай сейчас будет остановлено это влияние во имя Иисуса Христа. Закройте глаза, поклоняйтесь Богу. Есть огромная сила в поклонении. Провозглашай, я больше не раб греха. Провозглашай, я больше не раб обиды. Скажи это, я не раб обиды. Я больше не раб похоти. Я больше не раб страха. Я не раб. Я Божье дитя. Он дал мне свободу. Он дал мне освобождение. Он дал мне исцеление. О мой Бог, во имя Иисуса Христа Прямо сейчас я молюсь за каждого, кто здесь находится И именем Иисуса Христа Я приказываю Сатана, убирайся прочь Всякий дух лжи и обольщения Убирайся прочь во имя Иисуса Христа Не смей, дьявол, лгать и обольщать Во имя Иисуса Христа Ты дал нам власть наступать на змеи и скорпионов И на всю силу вражью И как твой служитель я повелеваю Сатана Убирайся прочь во имя Иисуса Христа Господь, я благодарю Тебя за свободу Благодарю Тебя за исцеление во имя Иисуса Христа Провозглашай свою свободу Если вы сейчас семейная пара, возьмите за руки Молитесь вместе духом Молитесь вместе духом Возьмите за руки семья Мой Бог, благослови семьям Во имя Иисуса Христа Ты соединил, ничто-то не разлучит Сатана, все Твои умыслы во имя Иисуса Христа Мы не спровергаем И то, что Бог сочетал Человек да не разлучит Спасибо Тебе, Господь Пускай придет Твое помазание Пускай придет Твоя любовь Пускай придет Твое взаимопонимание Твое исцеление на отношения Во имя Иисуса Христа Спасибо Тебе, Господь Благодарим Тебя За силу Твоего помазания Спасибо Тебе, Господь Аминь Благодарим Тебе, Господь Аллилуйя Я Божие, Господь Благодарим Тебе, Господь Благодарим Тебе, Господь Спасибо Тебе, Дух Святой Спасибо Тебе за эту работу Которую Ты производишь В сердце каждого человека Твоим Иисусом Аминь